Руслан, прошу приветствовать Руслана Планжиева. Спасибо. У меня есть микрофон, но я думаю, что без микрофона сегодня поработаем. Зачем сумочки? Мы же будем делать холодные контакты. Тут, в принципе, всегда должно быть пирожки с тобой. Ну, смех смехом, начнем с того, что, видите, как я... Да, я не русский, в принципе. 13 лет назад я практически на русском языке не разговаривал. Вот, когда приехал в Москву, немножко расскажу о себе, почему я стал мастером, как говорится, коммуникации и холодной контакты. Потому что 14 лет назад я приехал в Москву на зарубки, это был 1998 год. Вот, очень кратко, в течение одной минуты я вам расскажу свою историю. И в декабре, 23 декабря 1998 года я потерял документы, паспорт, военный билет. Я граждан Украины, вот, и стал бомжом в городе Королев. Ну, это меня, как говорится, очень сильно огорчило, но позволило мне узнать об этом бизнесе, именно бизнесе сетевого маркетинга, MLM. И я познакомился в январе со своим будущим наставником. Это произошло 23 января 1999 года. И 24 января я уже был на своей первой презентации MLM. Я принял решение, что я буду заниматься этим бизнесом. Но денег не было, чтобы начать этот бизнес. Ну, в принципе, откуда у бомжей деньги, правильно? На то время я работал грузчиком, выставлял палатки с печеньями. И таким образом я захотел заниматься этим бизнесом, чтобы изменить свою жизнь. И пришлось мне устроиться на работу дворника. И 4 месяца работал дворником, заработал свой первый стартовый капитал, 50 долларов за 4 месяца. И из них стартовал сетевого маркетинга. 17 апреля 1999 года я подписал свой первый контракт. В принципе, он до сих пор, он является первым. Вот, с компанией, с которой я сотрудничаю, уже 14 лет я в этой компании. И являюсь лидером этой компании. Но хочу вам сказать то, что когда я составил, как мой спонсор сказал, список имен, я столкнулся с такой проблемой, ну, задачей, можно сказать. Это то, что нет возможности встречаться с людьми по списку имен. И я ей об этом сказал. Она говорит, не беда, я тебе покажу способ, благодаря которому ты сможешь построить серьезную, сильную организацию. Этот способ являлся холодными контактами. И мы с ней, я-то не знал об этом, что это холодный контакт, то мы с ней вышли в городок, и она мне показала, как это делается. Не предупредив, мы шли, на встречу шла к нам дама, и она сказала несколько слов этой даме. Она обратила на нас внимание, и остановилась. Как бы в течение разговора, мой спонсор, Эмма Мальцева, обменялась с ней контактами. Записала телефон, и мы шли дальше. Она говорит, вот это называется холодный контакт. Я говорю, вот это что сейчас было? И для себя я понял, что когда человек идет на встречу, и ты с ним коммуницируешь, это и есть холодный контакт. Кстати, хочу сразу вас предупредить, что холодный контакт является любое обращение к малознакомому человеку. А я принял это буквально. Представляете, что я делал впоследствии большое количество коммуникаций, но считал холодным контактом только тот, когда человек идет ко мне на встречу. В день я делал больше 40 коммуникаций, то есть я брал больше 40 телефонов, но те считались холодным контактами именно тогда, когда человек шел ко мне на встречу. И я не возвращался домой, пока я не сделаю именно 10 вот этих коммуникаций, то есть когда человек идет ко мне на встречу. Я специально взял с собой некоторые инструменты, в принципе это абуза. Это абуза. То есть когда вы делаете холодный контакт, они бывают несколько видов. Это коммуникация, когда ситуационная, вы можете хоть с чемоданами быть, хоть в плавках. По ситуации вы делаете коммуникацию. Но если вы выходите цель направлен на охоту, у вас должно быть минимум инструментов для работы, но эффективных. То есть у вас не должно быть никаких вещей, которые вас обременяют. Вы заметили, я в течение диалога раза 3-4 поправлял лямку на этой плече, правильно? То есть уже отступает. Второй момент. Если вы делаете коммуникацию, то у вас должен быть какой-то кейс. И желательно еще на ремне. Он может и не быть. Он может и не быть. Второй момент. Пакет с бутербродами тоже не обязательно иметь. Вы можете зайти в любой, как говорится, кафе и перекусить. То есть если вы делаете коммуникации, если вы делаете прямые или, можно сказать, прямые или жесткие, по-разному их называют коммуникации, то есть у вас должно быть первый инструмент, это внешний вид, то есть прическа, ваша замечательная улыбка, обувь обязательно должна, для дам это должна быть обувь соответствующая, чтобы было комфортно работать. Ну и очень важный инструмент, он у меня в заднем кармане, либо у меня в кейсе, в доступном месте, то есть под рукой, это, вот сейчас, к сожалению, у меня с собой нет, он у меня в кейсе остался, это визитница. И она должна быть очень удобной, чтобы вы могли доставать удобную визитку. Вот такое предисловие для начала, то, что я вам покажу несколько своих, можно сказать, то, что я делаю на холодном рынке. А кто боится делать холодные контакты? Есть такие люди? Вы боитесь? Еще кто? Вы боитесь? Вы боитесь? Ну нет, вы, самое главное, поднимайте, не скромничайте, потому что я хочу сказать, что я очень боялся делать холодные контакты. Почему? Потому что, когда я их осознал, что их нужно делать, нужно коммуницировать, вы заметили, что я без комплексов, да, человек? Но мы все практически иногда без комплексов, когда мы их знаем кого-то. Но на холодном рынке мы не знаем, и начинаем что делать? Ну, скукоживаться, да, то есть начинаем на себя какую-то защитную реакцию одевать, чтобы о нас, первое, не подумали плохо, второе, быть смешным, да, третье, но, в принципе, сам смысл холодного контакта, это как раз и работа с комплексами, прежде всего, со страхами, быть смешным, быть непонятым. И вот визитница, она должна быть в доступном месте, у меня она в заднем кармане, у вас должна, у дамы быть, она в сумочке, но в доступности, чтобы вы не рылись, а чтобы вы резко ее взяли, достали и уже обменялись, потому что, вот последний, если можно слайд назад, верните, вот, который это был, когда обменятся контактами, когда вы, нет, сама переверни, я просто... Да, 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 я просто вам покажу всю коммуникацию от начала до конца, чтобы вы поняли, как это строится, и коммуникация у вас должна быть не меньше одной минуты. Начнем с того, что я вот заметил, есть несколько человек, которые боятся, и первыми подняли руку, вот я видел вы, да, вы, ну, а кто выйдет на сцену из вас, двоих, первым? Кто боится делать холодный контакт? Отлично. Чтобы у нас просто время ограничено, я просто покажу несколько техник. Первая техника – это косвенный холодный контакт, в принципе, человек, когда движется на встречу. Начнем с этого, в принципе, когда вы строите, допустим, какие-то задачи перед собой ставите, ну, сделать новую квалификацию, да, в общем, или приезжайте в новый регион, да, осваивать. То есть техника холодный контакт, именно обращение людям, которые идут к вам на встречу, или это как раз-таки одна из важных вещей, потому что вы же не знаете никого в новом городе, правильно? Вы как-то должны обрасти ситуации, то есть обрасти людьми. Но все начинается с вокзала, когда вы приезжаете, если вот как бы разбираться с регионами, то есть в том гостинице, потому что вы с ними начинаете знакомиться и раскручивать их, как говорится, окружение этих людей, с кем вы познакомились. Но когда вы идете по улице, то здесь есть возможность познакомиться. Но первая возможность, вот идет девушка, да, вот идет девушка, вот она идет на встречу, смотрите, я ее вижу, можешь еще раз идти, ничего, иди, иди, не страшно. Вот она идет, смотрите, я смотрю, девушка идет, она подходит как бы к мою целевую аудиторию, то есть этот человек, я вижу его в своей структуре, да, что я делаю? То есть я выбираю не всех, то есть я не работаю как пылесос, всех подряд, а именно выбираю, вот даму выбрать, девушку, и что я делаю? Самое первое, это сделать шаг навстречу. Шаг навстречу, это основа холодного контакта, то есть вот импульс, вы почувствовали, что вот она? И пусть мне страшно, пусть я там описывался и обкакался, но самое главное, я сделал шаг навстречу. Вот он, видите, что он дает этот шаг навстречу? Он дает самое важное, что вы ей перекрыли доступ, дорогу. То есть тем самым вы что сделали? Привлекли внимание. И когда вы делаете вот этот шаг, нужна фраза, замечательная фраза, которая называется не привет, не здравствуй, не hello, а она добрый день, добрый вечер, доброе утро. То есть с добра, да, вы желаете добра. Очень важный момент, это вот этот шаг и добрый день. Добрый день. И если контакт идет ситуационный, то вы говорите, подскажите, пожалуйста, я вот в вашем городе, что вы делаете, да, вы начинаете сонастраиваться. Я в вашем городе впервые, подскажите, пожалуйста, где находится бизнес-центр авиаплаза? Если девушка, да, вот она вступала, она вошла, вот она во вступор вошла, допустим, да, и я вот здесь, вот, я говорю, вот, смотрите, что идет коммуникация, идет, уже пошла коммуникация, и моя следующая задача перейти к третьему блоку. А как я должен перейти к третьему блоку? Я говорю, да вы, мы с вами соплеменники. Видите, что я сделал руками? Открытые. Но я, если были бы сумки, я это не сделал, да, то есть, когда у меня есть на плече сумка, то есть, невербалика тоже работает. То есть, вы должны импровизировать, но поддерживаться всей программой, о которой так много говорили сегодня девочки. Следующий момент, то, что еще необходимо, то есть, мы с вами соплеменники, я, как бы, сонастраиваюсь. Что дальше я говорю? И вы давно живете в этом городе? Я приехала. Вы тоже приехали? Я приехала сегодня, у меня командировка по бизнесу. А из какого вы города? Из Москвы. Из Москвы. Надо же, и я из Королева. Дорого. Да. Прекрасно. Ну да, я рада. Меня зовут Руслан. Ольга. Ольга. Очень приятно. Очень приятно. Прекрасно. Ольга, вы знаете, мне показалось, вы очень интересный человек, да, и очень серьезный на первый взгляд. Что я говорю? Мне показалось и на первый взгляд. Потому что я могу ошибаться, да. И у меня будет к вам деловое предложение. К сожалению, я сейчас спешу. У вас мегафон МТС. Что я сделал? Я сдал информационный блок, и, как говорится, вы очень интересный человек, да, но есть еще фраза, то есть она может валировать, допустим, вы как раз бы тот человек, который подошел в мою бизнес-команду. То есть я сдаю такой спич, на который должен последовать ответ. А что это за бизнес-команда? Вот. То есть это важное, чтобы человек мне задал вопрос, на который уже есть у меня заготовка. Да? Я сейчас спешу. Все, что необходимо. То есть давайте обменяемся контактами. Пусть даже вы из Москвы, а я сейчас в Оренбурге, мы с вами встретились. Да? То есть я вам обязательно позвоню, и мы с вами обязательно встретимся. Я очень часто бываю в Москве. Здорово. А я в Карабахе. Вот. Прекрасно. И я достаю визитницу. Если в это время Ольга не делает никаких телодвижений, то есть у нее нет визитки, или начинает оправдываться, у меня, к сожалению, нет визитки, для этого у меня есть визитка. Что я делаю? Я достаю визитку, грубо говоря. Я вижу, что она ничего не делает, я ее переворачиваю. Достаю ручечку, да, волшебную, которая находится у меня здесь рядом. Вот. Она у меня в визитнице рядом прикреплена. Я специально ее сегодня положил. В любом случае, то есть все должно быть в доступности. Достали и перевернули на ее глазах и записывать. Но самое главное, то есть видите, вы должны стоять напротив. Сейчас я объясню, почему. И пишите, вот этот бинарный вопрос очень важный. Тогда у вас 100% будут давать вам люди телефон, обменить телефон. У вас мегафон МТС. МТС. Я пишу. Когда я задаю этот вопрос, я сразу пишу 8900. И можете любой писать от балды телефон 8 926. И она в это время, она смотрит, что вы пишете. Она говорит, нет, МТС 916 или там 917 или 918. Вы переправляете на нужную цифру. Вы это делаете нарочно, ошибку. Тем самым, что вы делаете? Вы привлекаете внимание. И человек контролирует, чтобы вы правильно записали его телефон. Самый интересный, очень хитрый момент. Когда человек не хочет давать телефон, он начинает лгать. Слышали, да, об этом? Если такое лгать. То есть, если вы пишете 926, а он сказал про МТС, вы понимаете, что он дает вам? Неправильный телефон. Неправильный телефон. Таким образом, вы понимаете, и я разочарован, Ольга. Я скажу правильный телефон. Но я, смотрите, если человек не дал телефон неправильно, то вы говорите, я разочарован вами, я ошибся у вас. Всего хорошего, до свидания. То есть, человек вам врал уже, да? То есть, понимаете, что такой вам не нужен. Поехали дальше. То есть, вы записали телефон и говорите, я обязательно, когда буду в Москве, обязательно вам позвоню, потому что вы действительно очень мне показались серьезным человеком. Именно такие люди как раз мне нужны в мой бизнес-проект. Всего хорошего, до свидания. И делаете шаг в сторону, и отпускаете человека. Следующий момент. Оль, присаживайтесь. Так, кто еще боялся холодный контакт? А с вами визитку мы не оставляем? Я сейчас объясню. Я еще пустым человеком. Давайте, идем к нему. Сейчас еще один контакт покажу. Есть еще две минуты? Да. Отлично. То есть, я вам показал с Ольгой сейчас косвенный холодный контакт, да? То есть, я спросил про библиотеку, про телефон, про можно чего хочет спрашивать. А есть еще прямой холодный контакт, когда вы отрабатываете жестко статистику. То есть, но здесь, видите, стиль одежды должен быть деловой, чтобы у человека не возникало всяких дурных мыслей. То есть, вы одеты, без всяких значков своей компании, с этими бриллиантами, с лампасами, там еще с чем-то. То есть, понимаете, да? То есть, делайте коммуникацию лишний раз, чтобы у вас есть программа, по которой вы отрабатываете. И чтобы вам не задавали лишних вопросов. И вам уже сказали, когда начинают возражения, то есть, вы чем больше возражений, вы тем больше можете вляпаться, когда начинаете делать холодный контакт. Поэтому у вас должно все быть по минимуму, чтобы не было лишних вопросов. Понимаете? Когда вы уже научитесь делать холодные контакты, вы начнете выбираться из любого возражения. Хотя я могу сразу сказать, не больше трех возражений вы можете отвечать. То есть, когда начинаете... И все-таки, расскажите мне, пожалуйста, что там вы там... Вы говорите, отлично, я вижу, вы действительно очень интересный человек и хваткий. Именно поэтому я готов с вами буду встретиться на этой неделе. У вас мегафон МТС. То есть, понимаете, да? То есть, я гну свою политику. Вот сейчас покажу жесткий контакт. Можно его жесткий называть, можно прямой. Я его назову прямой холодный контакт, когда вы сразу делаете человеку предложение без предыстории. Идет точно так же. Добрый день, вы мне показались серьезным человеком. У меня как раз есть бизнес-проект. И у меня к вам есть деловое предложение. Прошу прощения, я не перестал. Меня зовут Руслан. Как вас? Вера. То есть, что я начал делать? Настройку. То есть, я привлек внимание, сделал шаг, в лоб дал, что у меня есть деловое предложение. И начался настраиваться. Меня зовут Руслан. У вас как? Вера. Вера. Иногда человек говорит, а почему вы решили... То есть, не представляете, а почему вы решили, что я серьезный человек? То есть, первое возражение. Ну, во-первых, я смотрю, вы очень хорошо одеты. А мне нужны люди, то есть, в мою бизнес-команду мне нужны люди, именно, которые умеют продать себя дорого. Продать себя дорого. Потому что у меня серьезный бизнес-проект. Я еще раз говорю про бизнес-проект. Видите? И тем самым я акцентирую на это, чтобы человек... А что у вас за бизнес-проект? Понятно, да? То есть, есть схема, по которой... То есть, я постоянно кручусь в шахматную фигуру. Я выдвигаю, и я знаю, что он сейчас на это выдвинет вот свою, именно с этой позиции шахматную фигуру. То есть, я этот вопрос задаю. То есть, у меня бизнес-проект. А что это за бизнес-проект? То есть, я делаю все, чтобы человек задал мне вопрос. Что у вас за бизнес-проект? Что там за бизнес-команда? И я уже дальше начинаю говорить, закрывая спич. Я говорю. Вы знаете, я сейчас, к сожалению, очень спешу, но я обратил внимание на вас, и понимаю, что вы тот человек, которому мне необходим мой проект. У вас мегафон МТС? Я хотела задать хотя бы в трех словах. Я что-нибудь могу? Вот он, отлично. Видите? Человеку кувалдой по голове с утра стукнули вопросом про бизнес-проект. Вот этим вопросом как раз-таки я опять говорю. Вы знаете, у меня есть правило. И показываю пальчик. Ну, визуально. У меня есть правило. Я не люблю опаздывать на встречу. Но вы меня действительно заинтересовали. У вас мегафон МТС? Билайн. И пошли. По накатанной схеме записываете телефон. И делаете шаг в сторону и отпускаете. Это один момент, очень важный нюанс. Когда вы делаете коммунный контакт, человек идет на встречу. Не останавливайтесь вот так в полуобороте. Видите? Она может пройти и дальше. И вы вдогонку будете говорить, что хотите говорить, но уже человек не остановится. Это очень важно. Да, очень важно. Никаких «можно» слова «можно» не существует. Можно не существует. Вы представитель фирмы. Вы президент фирмы. И вы что будете на улице спрашивать? Можно я вам задам вопрос, что ли? Вы представьте себя на минуту. Закройте глаза. Вы президент своей компании. Вот представьте, как вы себя будете чувствовать? Дышать уже по-другому дышится, да? У меня компания. Вы уже выравниваетесь, правильно? Особенно, когда оденете самый лучший в свой костюм или в свое лучшее платье, то есть туфли, за которых вы отдали, допустим, 25 тысяч рублей. Вы же не будете, как говорится, в них шаркать, правильно? Вы будете себя чувствовать, что мне 25 тысяч рублей, только одна ботинка. И там, допустим, когда у вас платье купленное, вы купили за 150 тысяч, допустим, деловой костюм, который сшит под вашу лекало, вы сами выбирали этот, вы себя чувствуете королем. Понимаете? То есть в вашем моменте это внешний вид, и появляется уверенность. И когда делается коммуникация, вы не будете спрашивать, вы говорите «Добрый день, подскажите мне, пожалуйста». То есть деловое отношение. «Подскажите, пожалуйста». Я говорю «Добрый день, вы не показались серьезным человеком». Самое главное, вот суть уловили, девушки и мальчики. А если у вас спросить, а вот у вас компания, вы что-то приставите купить? Вы знаете, за последние 8 лет, мне никто не говорил, что у меня компания, почему, потому что я себя позиционирую по-другому. Если человек говорит «А это сетевого маркетинг?» Вот самый главный вопрос. Если вдруг он уже был на такой коммуникации, он говорит «А это сетевого маркетинг?» Я говорю «Да, это сетевого маркетинг, это один из самых лучших бизнесов». Или вы со мной не согласны? Я согласен. Понимаете? Вот кто заметил, когда делают, допустим, садитесь, садитесь. Что делают? Вами управляют. То же самое, когда вы делаете коммуникацию, вы главный на коммуникации. Вы главный на коммуникации. Вы хозяин ситуации. Вы тот охотник, о котором уже говорили, который ходит с ружьем, или, допустим, тот рыбак, который с удочкой. И ваша задача, какую наживку вы поставите, какое ружье вы возьмете, на какого вы будете охотиться зверя. Мы говорим образно, но самое важное. То есть, какую целевую аудиторию вы выбираете. Самый еще интересный момент. Буквально минуту, друзья мои, займу ваше время. Очень важный нюансик, о котором я хочу вам сказать. Это не делайте ошибку. Очень важную. Когда вы будете делать коммуникации, не выбирайте людей, которые слабее вас по статусу. Это называется вляпаться. То есть, старайтесь коммуницировать с людьми. Я делал такую ошибку, выбирал. Бабушек, дедушек, юношей, которые тут по младшему возрастам, которые не могут мне что-то сказать, противостоять. А потом я боялся вообще к мужчинам подходить. То есть, первый страх, что обо мне плохо подумают. А от меня голубизной типа отдает. Что я пристаю к мужчинам. Ну, представляете, бзик такой, да? То есть, очень важный момент. Это комплексы. О чем мы с вами говорим. Цель холонного контакта – это работа над комплексами. Если вы считаете, что цель холонного контакта – взять телефон, друзья мои, вы ошибаетесь. Цель холонного контакта – это работа над комплексами. И когда вы берете с человеком телефон, обменялись, это называется, вы получили свою благодарность за профессионализм. Профессионально сделанную работу, коммуникацию. Телефон – это вознаграждение за профессионально проделанную коммуникацию. Я думаю, что давайте мы сейчас освободим сцену. Я, вернее, освобожу. А будет у нас перерыв. И вы подойдите ко мне, и я отвечу на ваши вопросы. Я всем отвечу на этот вопрос. Хорошо, просто у нас есть определенный график. И я и так слишком много забрал времени. Спасибо. Благодарим, Руслана. Хорошо, хорошо, громче, громче. Потому что, действительно, Руслан Бладжук у нас просто мастер коммуникации и холодных контактов. И, дорогие друзья, еще один последний, но очень важный.